И в продолжение темы расскажем о культурных мероприятиях, которые не запретили. Выходные вообще обещают быть весьма насыщенными. Наша рубрика «Афиша» сегодня в исполнении Юлии Пономаревой. Для любителей культурного отдыха грядущие выходные готовят массу сюрпризов. Расслабиться и отдохнуть от городской суеты, а также окунуться в атмосферу галантного века, в эту субботу приглашают работники музея Екатерины Плотниковой. В этом году старинная усадьба отмечает юбилей. Без малого 220 лет. В честь этого события литературно-музыкальная гостиная «Старый саквояж» организует там праздничную встречу под названием «День святой Екатерины». Мы подготовили большую программу, где мы познакомим с домом, с его тайнами, с интересными эпизодами жизни нашего дома. Мы, конечно, будем говорить о хозяйке нашего дома, о Екатерине Кирилловне Плотниковой, много сделавшей для нашего города. И будет концерт романсов Елены Бускиной. Обязательно будут сюрпризы, которые порадуют горожан. Поэтому о сюрпризах мы сегодня не говорим. А после, когда прозвучит последний романс, а дамы и кавалеры устанут от светских бесед, самое время посетить традиционную выставку «Северных Козуль». Это уникальное ржаное печенье с незапамятных времен стало настоящей визитной карточкой Поморского края. Несколько десятков мастеров со всей области ежегодно отправляют на выставку свои съедобные шедевры. Вот этот пряничный дворец с башенками и каретой – первый опыт еще совсем молодого мастера. Но, согласитесь, результат впечатляет. В этом году в выставке принимали участие 31 мастер, среди них народные мастера Российской Федерации, Архангельской области. Молодые мастера, которые принимают участие в первый раз. Авторские работы тем, что он очень ароматный, вкусный и создает новогоднее настроение, рождественское настроение. Любимый детьми и взрослыми в нашем регионе и не только. А любители серьезного документального кино в эти выходные смогут познакомиться с лентами известных режиссеров со всей России. Сегодня в кинотеатре «Русь» стартует фестиваль любительских и профессиональных фильмов «Берегиня». Свои работы привезли журналисты и режиссеры из Москвы, Минска, Салихарда, Сактывкара. Всего 25 городов-участников. Спешите увидеть эти фильмы, вы не найдете в интернете или видеопрокате. Четвертый фестиваль, особенность его в том, что он действительно вышел за рамки регионального фестиваля. Мы его позиционируем как международный фестиваль, потому что помимо кинематографистов России, в нем представлены работы кинематографистов в Швеции, Белоруссии, Украине и Казахстане. И напоследок. Любители комедийного жанра кинотеатр «Русь» приглашает посмотреть продолжение американской картины режиссера Сета Гордона «Несносные боссы-2». Ваш босс задерживает зарплату, а ваши должностные обязанности уже давно вышли за рамки. Тогда этот фильм для вас. Настоящее пособие для тех, кто решил открыть собственное дело. Это очень интересный, веселый, захватывающий фильм. Я советую сходить на него, поднять свое настроение, и вы получите массу положительных эмоций. Юлия Пономарева, Александр Кузнецов, Новости 24, Архангельск.